Чо как, 3 секунды истории. История создания Эпицентр-К из первых уст с Александром Герриго, или Герега, о первом своем бизнесе. Первым моим бизнесом была торговля кофе и шоколада в начале 90-х. Тогда все было просто. В Москве был национальный фонд спорта, который получал годные партии этой продукции. В то время весь бывший Советский Союз, наверное, у них покупал. Я занимался тогда оптовыми продажами. Как начался Эпицентр? В 1994 году мы с Калиной Федоровной, я так понял, супруга, решили сделать ремонт. Ее брат привез нам из Львова три вида керамической плитки. Она была очень красиво покрыта яркой глазурью. Я просто влюбился в нее. И уже осенью заказал 46 квадратных метров на продажу. Их реализовали на рынке, а потом начали сдавать товар в небольшие магазины. Тогда как раз в обиход вошло модное слово «Евроремонт». Многие стройматериалы начали возить из Польши. Мы занялись продажей керамической плитки и открыли офис на улице Горького. В 1996 году мы открыли свой первый магазин на улице Петра Запорожца, 15. Это была комната площадью 25 квадратных метров. Посреди помещения поставили стол, на него положили 25-30 видов плитка, дали рекламу во виза и начали бизнес. Так появилась компания Цермет. За 1997 год наладили поставку из многих фабрик в Польше, Испании и Италии. Кризис 1998 года помогла пережить удачу. Когда уже началась паника с курсом, я пришел в 9 вечера в магазин и говорю, нужно наверно поднять цену на 25-30%. Вон что с гримной творится, непонятное. Мы подняли цену на 50%, а утром гримна девальвировала на 40%. Люди побежали покупать товары. В 1999 году мы закупили в Испании огромную партию плитки и получили от завода скидку в 1 доллар на 1 квадратный метр, 25% от оптовой цены. Это была огромная скидка. Когда вернулись в Украину, именно на этот 1 доллар уменьшили стоимость и сразу увидели, какой большой рынок в Украине. Мы его взорвали, продажи пошли вверх, динамика месяц к месяцу плюс 400%. В 2000 году мы уже были номер 2 по плитке после компании Агромат. Об идее создания гипермаркета. Однажды я понял, что стою у покупателя в очереди, жду, пока он начинает ремонтировать ванную или кухню и решит покупать плитку. Нужно, чтобы покупатель ходил к нам все время, пока он делает ремонт, а не только за плиткой или сантехникой. Приехав как-то к своим друзьям в польский городок Пясечну, я впервые увидел гипермаркеты. Это были Ашан и Леруа Марлен, которые в 1997 году открылись в Польше. Тогда я сказал, в Украине это нереально. Все равно, что построить космодром и запустить космический корабль в Хмельницкой области. Но именно тогда у меня появилась мечта. Я начал размышлять о большом магазине стройматериала. В 1999 году состоялась первая историческая встреча в кабинете секретаря Киевсовета Владимира Яловога. Я помню, как главный архитектор Сергей Бабушкин посмотрел на меня молодого 31-летнего пацана и спросил. «Мальчик, ты понимаешь, на что замахнулся? У тебя хоть деньги есть?» Я ответил, что часть есть, а часть возьмем в кредит. Все присутствующие чиновники смотрели на меня с большой долей скептицизма. Тогда же мы начали разрабатывать проект. Участок нашелся между нашим магазином на Петра Запорожца и складом, где хранился товар. Мы 9 лет ездили мимо улицы Братиславской. Это было очень неприглядное место, заросшее сорняками. Улица была темная, туда боялись ходить люди. И даже автомобили редко ездили. О концепции. Прообразом строительных гипермаркетов стала польская Касторама. Весной 2001 года я собрал группу из 8-9 человек, и мы поехали смотреть строительные магазины в Польшу. Нашим любимым городом был Катовица или Катовицы. Когда мы возили плитку в Украине, путь часто проходил через Катовицы. Там как раз открыли большой гипермаркет Касторама. Мы зашли в магазин и поняли, это то, что нам нужно. И забегая вперед, интересная у нас судьба оказалась. Директором именно этого гипермаркета оказался Войтек Хоффман, который через много лет пришел в эпицентр. Вначале региональным, а потом операционным директором. Мы много еще сетей объездили в Германии, Италии, Испании и Франции. И тогда началась вырисовываться какая-то реальность. Сделали проект коробки 160 на 90 метров. Почему мы сразу выбрали гипермаркет? Раньше как строили? Большая база склад и небольшой магазин. Владелец американского Walmart Сэм Уилтон еще в 61 году все это перечеркнул и сказал, что больше так не будет, господа. Сотни метров я отдам под прием товара, а десятки тысяч под магазин. Площадь первого гипермаркета была 17 тысяч квадратных метров. В начале 2003 года уже начали строить, а специалиста не было. У нас была плита, сковородка, масло, но не было главного, рыбы. Была коробка, но не было технологии продаж. Начали искать управленца, потому что в Украине подобных людей не было. И тут в марте звонит моя подруга Барбара Маркони, одна из родоначальниц керамического бизнеса в Польше. И дает мне телефон какого-то Андре Адамски. Через несколько недель мы с командой полетели в Варшаву. Нашли французский ресторан возле оперного театра. Там состоялась вторая историческая встреча. Андрей Адамски и Наталья Майер были директорами по ассортименту Косторама. Адамский был одним из пяти первопроходцев, которые отправили из Франции для изучения рынка и будущего строительства Косторама в Польшу. Я развернул план, который был очень простым. На бумаге был участок с контуром коробки. Адамский сразу увидел свою Косторама и начал рассказывать, где будет какой отдел и какие там товары. Мы с ним поужинали и обо всем договорились. Порешали, короче. Через две недели Адамский и Майер переехали в Украину. О названии Эпицентр. Поставщики, с которыми мы общались, не верили, что кто-то откроет в Украине магазин стройматериалов площадью 17 тысяч квадратных метров. Почти каждого второго мы сажали в автомобиль и везли на стройку, а не туда, куда вы думаете. Она подходила к концу, а названия будущего гипермаркета не было. Когда торговали керамической плиткой, никогда не вкладывали в название нашей компании. Давали простую рекламу, например, магазин на улице Петра Запорожца 15. Нам потом рассказывали, что одни конкуренты даже улицу хотели переименовать, чтобы нам насолить. На название гипермаркету было нужно. Дали задание рекламным компаниям, которые принесли 800 вариантов. Всевозможные строймарк, стройбуд, было не то. Устроили конкурс между сотрудниками. Продавец отдела декор предложил эпицентр. Как жаль, что товарищ Александр не запомнил имя своего холопа. Ну да ладно. Это оказалось то, что нам нужно. Но в слове не хватало одной буквы. Должно быть их 9. В названии Кусторама было 9. У Галины Федоровны 9 августа день рождения. Какие мы суеверные. У меня 27, а 2 плюс 7 равно 9. Я добавил еще одну букву К. Означает команда. Получилось эпицентр К. Об открытии первого эпицентра. В 2003 году в Киеве началась эра гипермаркетов. Были открыты первый метро кэшн кэрри, первый караван и первый эпицентр. Так что в этом году 10 годовщина у всех. Накануне открытия, которое было запланировано на 6 декабря, нам не дали газ. Двери эпицента открывались в 10.00, а газ дали в 3 ночи. Нам повезло, что тогда в декабре было тепло и зал успел прогреться. Помню, удивило, когда утром пришли первые покупатели, а тележки не берут. Мы еще с Адамски посмотрели друг на друга, а в чем они будут товары выносить. Но в 2003 году еще было мало розничных сетей и не было привычки брать тележки. Многие покупатели брали товары в руки и шли на кассу. Первый гипермаркет вместе с оборудованием обошелся нам в 6,5 лямов долларов. На строительство здания мы взяли кредит. О втором эпицентре. Слово сеть изначально было нашим главным словом. И что это будет национальная сеть? Почему? Цена товара на этом рынке. Главное преимущество. Чтобы продавать дешевле, надо было становиться крупнейшими. Лучшей цены мы добивались. Благодаря неизменному принципу работы и организации поставок. Производитель, эпицентр, потребитель. И пошло-поехало, и куча магазинов, и все хорошо. Никто не забыл, как эпицентры и новые линии по всей нашей батьковщине, несмотря на карантины и запреты, работали по полной программе. Бедные безработные украинцы кинулись наводить марафет в своих халубах, несмотря на локдаун. А действительно бедные частники, которые зарабатывают на хлеб с водичкой, и те, кто держат маленькие магазинчики, лавки, арендуют 3 на 2 метра на рынке, лишились единственного заработка. Вот такая она справедливость по-украински. Власть имущим усё, а холопам хрен с маслом да лысую пипирку салом. Не будем о грустном в общем. Переходим к веселым отзывам. Первый отзыв. Пишет Елена из города Одессы. Эпицентр маршала Жукова 99, директор магазина Димчева Марья Ивановна. Сидит и сидит, ни черта не делает, гребёт деньги лопатой. Коллектив и корпоративная культура плохие. Отношения руководства поганые. Рабочее место и условия работы неудовлетворительные. Далее. Пишет пользователь под псевдонимом Раб. А чё, не только афро-хохло в холопеле. И белолицам у хохлу достается поди в 21 веке, однако. Отзыв. Положительные стороны компании. Коллеги простые работники. Классные. А дальше Раб увидел следующую картину. Довгий час відпрацював в КАЗ-7. Просто фантастика. Якщо ти звичайний працівник, то ти раб і скотина. Це будуть цькування і погрози. І неважливо, наскільки віддаєшся роботі. Заробітня плата, звісно, буде нижче, чим обіцяють на співбесіді. І зазвичай її корекцією займається начальник відділу. Якщо тобі пообіцяли 12-15 тисяч, будь готовий, що 9-10 – це твій максимум. Зазвичай йдеш працювати продавцем-консультантом. Значить грузчик з не одним-то ножем в день. Ти не консультуєш, ти перегружаєш тонни товари в день. А коли відпочиваєш, то можеш обов'язково, у скобках, консультуєш і продаєш товар. А якщо ти, не дай Бог, отримаєш якусь травму, то тебе одразу відправляють додому ще з погрозами, щоб не тріпався про виробничу травму, інакше звільнять. І будеш ти вдома лікуватись за свій рахунок. І числитись ти будеш на безкоштовному лікарняному. А це, згідно договору, 35 гривень в день. Хорошо там живуть тільки начальства, начальники відділів, комерси і інші директори. Начальник відділу Самбора заробляє тим, що робить знижки і зрізає ЗП з працівників свою користь. Також знижками, відкатами, переоцінками в меншу ціну займаються всі комерси і начальники та служба охорони. Звісно, звідома директора Шеремата і його замів. Також живуть з відкатів персон, які не являються робітниками, але просто стоять на касах, ловять покупців з дорогими товарами і пропонують свої послуги у лапках. І всі ці схеми просто на мільйон обкрадають маркет. А коли простим робочим виплачують мізерну ЗП, обумовлюючи це тим, що план вже не зробили, то і ЗП буде по мінимуму. От так от там працювати. Навіть і не думайте, хлопці. Продавець з город Київ. Плюси. Читаю отзови, іногда удивляюсь. Чому так? Я работаю в компанії почти шесть лет. Помню каждый год, каже повышення зарплаты, скільки получал і так далі. Каждого начальника і директора в губи целовал, которого прошло за время. Могу назвать свої плюси. Первое. Работаю в Києві. Зарплата 15-22 тисячі. Меньше 15 ти не получал уже долго. Второе. Побувал на огромной кучі предприятий, семинаров, выставок. Третье. От «Эпицентра» побувал в «Испартаке». Полная неделя. Ни копейки не потратил. Был на двух матчах испанской лиги по футболу. Был на кучі интересных заводів, товар, который продаю. Четвертое. Та же история с Польшей. Тоже самое, только по времени. Три дня. Все бесплатно. Все включено. Пять. Имею огромное количество знакомых среди начальников, директоров, коммерческих, бывших, и которые еще работают. Общаемся. Очень хорошо общаемся. И всегда позитивно. Шестое. Может не плюс, но все же. Сам лично принимал участие в открытии более 8 маркетов. Оболонь, Петровка и маленькие региональные. Работали там много и платили вроде ничего. Плюс куча знакомых и приятное времяпровождение. Всем. Сейчас работаю. У меня хороший график. Два через два. Мой начальник – отличная девушка, которая всегда идет на какие-то уступки. Что-то поможет. Всегда поймет, когда нужно что-то поменять. Никогда не было каких-то претензий по поводу моей работы. У меня никогда не было претензий по ЗП. Всегда считал, как ты работаешь и как себя поставишь в сети. Так к тебе будут относиться. И такие деньги ты будешь получать 8, имея большую базу постоянных клиентов, которые скупаются у меня. Все нравится. Сервис через мобильный или Вайбер. Могут подарить какой-то приятный бонус в виде бутылки шампанского или вискаря на Новый год. До какой-то приятной мелочи. Бывало всякое. Это очень приятное. Те, кто пишут, тут согласны не со всеми. Многие перебарщивают, пытаясь принизить компанию и так далее. Но могут сказать точно. Если правильно выбрать место и работать нормально с нормальными людьми, то будет толк. И будет ЗП на уровне 16-20 косарей в месяц. Спасибо за внимание. Что можно улучшить? Последнего нововведения в сеть, что можно курить. Думаю, улучшить больше нечего. Всем спасибо. Всем до свидания. Всех целую. А начальство особенно, дорогие мои, всех люблю. Пишет некий аноним из города Краматорск. Не аноним в отделе напольных покрытий, а аноним, то бишь автор, скрывающий свое имя. Положительные стороны компании. Кормят, не задерживают ЗП. Отрицательные стороны компании. Поехали. Это работа для тех, кто готов беспрекословно выполнять абсолютно все поручения, даже не связанные с твоей должностью. Строить стеллажи, убирать, сортировать мусор, тягать товар, раздавать листовки прохожим и многое-многое другое. Обещают золотые горы, а по факту получается крепостное право, где ты ничто, мразь, блин, и звать тебя никак. За переработки ничего не доплачивается. Зарплата это лотерея, лохотрон какой-то. Никогда не знаешь, сколько заплатят. Текучка очень большая. Все квалифицированные кадры уже работают в других местах. Компания совершенно не дорожит своим имиджем. Это работа для людей с низкой самооценкой и без личной жизни. Вот так, блин, товарищи. Топиться пошел в отдел соотехники. Старший продавает СМИ 100 льви. Був у різних маркетах, эпицентрах. Все залежить від керівництва и злагодженості коллективу. Когда веруешь нормальная рабочая атмосфера, тогда и планы робятся, зарплата плюс-минус нормальна. Звичайно, что ніяка зарплата не мила, когда ты ставишься как до лейна. Но так это только в декольках в отделах. В основном начальники нормальна и ставишься до тебя как до коллеги по работе. Кто же это делает с властной инициативой, а декого до этого мотивует директор маркету. Как бы не вона, мой взгляд был бы негативным. Вона молодець, завдяки ей у меня не пропадает охота працювать в эпицентре. Я старший продавец и ЗП 14-15 тысяч, но через час это выполнение. Что можно улучшить? Компания бежит шаленными темпами, хочется трешки спокойного темпа работы и покращить харчувание в дизе. Ням-ням, я люблю, ось и все. Ну и напоследок пирожочек. Архитектор строит дом, дом многоэтажный, строит дом карандашом, на листке бумажном. Нужно все нарисовать, вычислить, проверить, все квартиры сосчитать, лестницы и двери, чтоб стоял он много лет, чтобы был в квартире свет, ванны-умывальники для больших и маленьких. Автор неизвестен. Папу знает весь район, мастер он отличный, со своей бригадой он строит дом кирпичный, дом среди других домов и стройней, и выше. Говорят, до облаков дом достанет крышей. Мы с сестренкой вдвоем на лугу зеленом, двухэтажный строим дом с окнами, с балконом. Папа к нам вчера пришел, осмотрел как надо и сказал он «Хорошо, славная бригада!» Люшин Г. Автор. А если вы надумаете примастыриться к прекрасному, пойти в эпик працювать, пущай у вас будет славная бригада. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова